Я слышу голоса, одновременно в моей голове плачет рожок, кокетничает скрипка, пляшут барабаны. Я собираю это разнообразие звуков воедино, и начинает звучать ее величество музыка. Меня зовут Сергей Имажбаев, и я дирижер эстрадно-симфонического оркестра. Мальчишки нашего времени через одного увлекались гитарой. Это вовлечение не прошло и мимо меня. Я, естественно, поступил в музыкальное училище, но там приняли по классу тромбона. Закончил с отличием музыкального училища и поступил в консерваторию. Я, в общем-то, по глупости своей взял палочку и стал дирижером. Мне казалось, что это не так сложно. И с каждым годом работаю уже 14 лет. Я каждый год и с каждым концертом убеждаюсь, насколько в сложную профессию я попал. Но дирижер – это и менеджер, и маркетолог, и психолог, просто товарищ для музыкантов. Это и аранжировщик владеть хотя бы азанью этого всего, чтобы вести симфонический оркестр за собой. Но все века дирижер стоял лицом к публике. Просто тактировали первую долю, так-то давали. В середине 19 века новатором считают немецкого композитора Рихарда Вагнера, что именно он повернулся к оркестру лицом и спиной к публике. Я слышу всех вместе, и каждый инструмент по отдельности, я все это слышу. Баланс оркестра создает дирижер. Мягкость оркестра или кричащий оркестр – это все делают уши дирижера. После Октябрьской революции было такое наухаво в Москве. Прекрасные музыканты собрались и решили играть без дирижеров. Полгода просуществовал коллектив. Эти прекрасные музыканты поняли, что без дирижера все-таки музыки не получается. Кто-то должен всегда вести. У меня в руках дирижерская палочка. Это мой размер палочки. Вот как раз от середины ладони до сгиба. Она удлиняет жест дирижера. Очень удобно музыкантам видеть жест дирижера. И даже для того, чтобы по пульту постучать, чтобы, как говорится, собрать музыкантов воедино. В отличие от музыкантов и других профессий, работа дирижера – это, в общем-то, домашняя работа. А порой даже ночью просыпаешься, думаешь, как эту фразу продирижировать. И, естественно, все свободное время – это работа с партитурой, чтобы потом свободно подходить к оркестру. В первую очередь мы работаем для зрителя, но когда звучит произведение, сосредоточен дирижер именно на музыке. Нельзя, наверное, в эту профессию тем, кто идет за оркестром. Оркестр надо вести. У нас в республике два учебных заведения, где готовят дирижеров оперно-симфонического дирижирования. Отбор, естественно, проходит очень жесткий. Не существует столько много оркестров, чтобы набирать по 10 человек на курс. Какой смысл учиться этому, если нет оркестра? То есть дирижер без оркестра – это никто. Все-таки дирижер зависим и зависит от оркестра. Единое целое – что дирижер, что оркестра. Хотя некоторые говорят, что это классовые враги – дирижер и оркестр. В каждой новой партитуре я нахожу что-то интересное, новое, непознанное, еще мной. Бывают моменты, когда полные провалы. Это как бы не для зрителя, а для самого себя. Через неделю приходишь в себя и, как говорится, опять ищешь. Не кончается обучение никогда. В чем прелесть этой профессии? Дирижеров готовят и отбирают очень тщательно, потому что любой оркестр – это живой организм, уникальный. А вот каким он станет и как зазвучит эту сложную задачу и берет на себя дирижер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова